всем привет сегодня я решила провести прямой эфир на тему финансовых пирамид и сегодня я в эфире буду не одна в эфире будет со мной гость сейчас он присоединяется подает запрос мне на участие в прямом эфире и я расскажу буквально через пару минут когда он присоединиться почему я решил провести эфир на эту тему и на мой взгляд это очень-очень важная сейчас актуальная тема ко мне присоединяется мой сегодняшний гость привет привет скажи пожалуйста меня хорошо видишь слышишь да отлично все прекрасно ну что друзья у меня сегодня в гостях мой друг кирилл который имеет большой опыт взаимодействия с криптовалютой и следит за тем что происходит вообще в этом мире поэтому сегодня мы решили поднять такую тему да точнее я решила пригласил кирилл согласился и почему я решил вообще провести до эфир на эту тему казалось бы вот какое мне дело но дело мне есть потому что все больше и больше моих друзей близких людей людей которые я знаю попадаются вот в эти ловушки и я уже от этого откровенно негодую хотя я предупреждала тоже много раз и частенько пишу посты на эту тему просто чтобы уберечь людей и тут задача на мой взгляд стоит не в том чтобы даже рассказывать о том какие компании являются опасными а чтобы в принципе научить людей разбираться да потому что эти компании они растут как грибы сегодня она там схлопнулась завтра возникла другая такая компания и задача людей в принципе научить отличать надежную какую-то компанию до от финансовой пирамиды или вот какой-то мошеннической организации чем мы сегодня попробуем заняться все верно почему давай кирилл начнем вообще с этой темы на твой взгляд почему сейчас столь популярно да это был прям целые вот эти организации они вырастают как грибы действительно с чем это связано ты знаешь я не знаю почему именно сейчас это приобрело такой массовый эффект я понимаю что всегда люди хотели легких денег возможно нашли какие-то лазейки в законодательстве да что так просто нельзя привлечь компанию то есть должен пройти там определенное количество времени набраться определенное количество пострадавших и компании которые организуют такой в кавычках бизнес по отъему денег у населения возможно они пользуются этими моментами вот ну и также ловят тренды да потому что очень много мошеннических компаний которые хайпуют на темы криптовалют по факту не имеют никакого отношения к криптовалюту криптовалюту криптовалютам от слова совсем но для неразбирающегося народа это этой информации достаточно что мы криптовалютный проект просто хайпуют ловят тренд и растут как грибы ну да то есть человек который вообще в этой теме вообще ничего не понимает он слышит слово криптовалюта думает ага биток сейчас там на высоте это сейчас модно популярно на этом можно заработать особенно это работает на через знакомство да так же когда васька заработал петька васькин друг заработал значит у меня получится и действительно вот с чем я столкнулась да ну слава богу не лично я что мне все таки хватает разума с этим не за не заниматься этой деятельностью но столкнулась тем что рассказывают люди которые попадались уже на эту историю с тем что действительно по началу люди которые приносят деньги в эту организацию они получают некий доход определенный здесь я вспоминаю принцип казино потому что я сама проработала в казино и как бы изнутри знаю эту систему это тот также точно так же запрограммированные игровые автоматы да то есть это не надо думать что это какая-то там удача и везение и так далее это все запрограммированные процессы и задача состоит в том чтобы человеку дать возможность выиграть да чтобы он почувствовал тазат иначе если он сразу проиграет то он соответственно уйдет да унесет ноги и так далее заберет свои деньги поэтому задача дать человеку выиграть дать человеку получить вот этот доход определенный почувствовать вкус денег и собственно я так предполагаю не таком принципе работают а потом когда уже много людей приносит много денег видимо в этот момент все это и схлопывается да или вот как это происходит вот в какой момент эта компания начинает схлопываться смотри я во первых с тобой полностью согласен что да нужно какую-то часть людей накормить вот этими сладкими вкусными результатами потому что самый высокий уровень доверия у человека возникает к знакомому человеку да то есть мы меньше всего верим в рекламу с телевизора или какие-то там мутные ссылки в интернете что приди за работы но когда наш друг подруга знакомый коллега а в ряде случаев и родственник говорит слушай вот тут я там вложил тысячу там заработал полторы тысячи как бы кому да то есть как бы вот эти личные связи формируют самый высокий уровень доверия поэтому все эти системы мошеннические построены на принципе приведи друга и соответственно получают они именно за то что привели кого-то мы сегодня с тобой еще поговорим как ты уже сказал мы не будем все компании разбирать но на одной компании я хотел бы остановиться это компания life is good я очень много информации по ней изучил и те люди которые уже скажем так пострадали от деятельности этой компании они говорят ты компании не нужен если ты не привел с собой еще там несколько человек да что касаемо твоего вопроса когда эти компании схлопываются я думаю что они схлопываются либо когда им просто уже достаточно денег либо когда они понимают что вокруг них начинается нездоровая ситуация да то есть начинают интересоваться журналисты там с федеральных каналов блогеры если они понимают что уже пахнет жареным в этом случае могут схлопываться либо тупо когда количество желающих забрать свои деньги превышает то количество которое они могут отдать в этот момент лучше эту всю лавочку схлопнуть и пока все не пришли то есть как только начинаются массовые невыплаты кстати по моему life is good уже с этим столкнулся то есть есть уже однозначный случай когда люди не могут забрать свои деньги вот но пока маховик еще такой очень большой это скорее всего единичный случай я вот думаю в этих в этих трех случаях компании подобного рода принимают решение о том что пора сворачиваться залегать на дно и через время как птица феникс возрождаться уже под другим именем под другим именем да лица те же и на другое ну да я помню очень хорошо вот компанию феника потому что тоже много друзей знакомых меня туда звали неоднократно здесь у меня было однозначное нет ну во первых потому что мне просто это неинтересно во вторых я всегда смотрю да для меня очень важный критерий это создатель компании да то есть кто стоит во главе этой компании собственно если личность которая стоит во главе компании не внушает мне доверие неважно сколько на этом заработал петька васька и так далее я туда никогда не понесу свои деньги и ты знаешь я думаю что вся вот эта история вот то что мы говорим о трендах да она еще связана все-таки здесь и пандемия сыграла свою роль когда люди лишились работы когда людей заперли по домам а средства к существованию им нужны и они начали искать собственно альтернативные источники дохода кто-то перешел на удаленку да кто-то начал фрилансить ну а кто-то начал вот искать вот такие способы я думаю инвестиционные возможности да да и создатели компании они как вот этих компаний да мошеннических организаций они как раз это уловили поняли что сейчас на это будет спрос и начали вкладывать огромные деньги в рекламные компании и во все вот эти вот истории для того чтобы привлекать новых людей до основатель финика сидит за решеткой и там порядка несколько десятков человек уже тоже но то есть если нас будут смотреть те кто еще вчера толпил за финика посмотрите на результат и скорее всего со многими компаниями результат будет точно такой же ну да вот собственно недавно я тоже писала пост на тему еще одной компании я тоже не буду ее называть потому что ну в этом нет смысла я даже не запоминаю все их название этих компаний но реально мои близкие друзья люди которых я прям очень хорошо знаю уже почти 10 лет они на этой компании прям вот скопом из-за того что они еще друг друга по реферальным вот этим ссылкам на приглашали они прям скопом потеряли от 50 до полутора миллионов рублей и это конечно очень печально и поэтому я доношу стараюсь доносить вот эту информацию чтобы люди в это дело не ввязывались плюс еще это значит я думаю здесь какая история работает то что люди не состоявшиеся скажем так они состоявшиеся в жизни или у них какие-то проблемы да самооценка я думаю что люди не не особо уверены в себе несут деньги в эти компании они решают поиграть в инвесторов да типа мы выросли мы уже не маленькие мальчики и мы вот такие тут и девочки да и девочки мы и мы вот такие вот бизнесмены инвесторы инвестора сейчас вот деньги вложим а деньги пусть на нас работают да и вот это эго вот это желание поиграть в инвестора совершенно не понимая что такое инвестор на самом деле вот они несут туда деньги а в итоге оказывается с голой жопой да желание поиграть в инвестора желание поиграть в халявщика не понимание того как устроен рынок не понимание того что такое инвестиции ну и банально просто жадность жадность потому что все компании все мировые компании да особенно инвестиционные особенно мошеннические не максимально играют на жадности раз и максимально вкладывается в создание роскошной роскошного образа жизни и когда человек там не уверены в себе или там какой-то может быть с комплексами может быть не с комплексами но попадает скажем так в мир где ему кажется что вот она роскошь вот они люди вот они зарабатывают да то есть если посмотреть как проходят мероприятия этих мошеннических компаний то есть это всегда звезды какие-то это шампанское это вечерние платья костюмы да и представляешь человек обычный там работяга попадая в эту атмосферу в него вскруживается голова то есть не четко бьют в его психики в его эмоции и конечно каждый хочет прикоснуться к этой жизни ну большинство я не хочу я по-другому ну вообще это показатель вот где детских компаний которые пытаются заманить людей красивой картинкой не качественным продуктом и не ценностями какими-то а именно вот этим красивым фантиком да то есть показывают красивую жизнь как правило рекламные компании этих организаций они связаны с тем что там показывают какие-нибудь там яхты какие-нибудь вот отели там вот эти платья да все о чем ты говоришь в для того чтобы вот как раз простой человек понял что да и тебе это доступно да ты принеси там до всего-то вот начни там с малого какие-нибудь там 50 тысяч рублей 10 тысяч рублей да я там не знаю как ну ты принеси и потом потихонечку деньги начнут на тебя работать и ты придешь к этой красивой жизни то есть заманивать людей вот этой красивой жизни действительно не понимая какие процессы за этим стоят и что самое интересное что управлять да этими компаниями могут люди которых совершенно да мы не знаем то есть кто стоит да за этим кукловоды но нанимаются люди харизматичные которые обладают неким знанием некой некой способностью управлять людьми да воздействовать на психику да и налпи там и так далее которые красиво говорят и типа умными фразами начинают объяснять какой там рост фондовых рынков да используя вот эти вот термины все даже я которых не знаю и простой человек вот как ты говоришь простой работяга естественно он не понимает тему слышит что ага человек наверное компетентный сто процентов раз он при костюмчике при галстучке хорошо одет и так уверенно говорит поет как соловей здесь еще что я хочу сказать здесь еще есть некий этический аспект который тоже очень и очень важны когда человек хочет легких денег да он получается что он забирает то что ему не принадлежит он пытается он думает что он сейчас там вложит 10 тысяч рублей получит 100 тысяч рублей из ничего то есть миру он пользу не принес потому что продукт в этой компании отсутствует да то есть это просто несите мне деньги а мы там с этими деньгами разберемся доверьте их нам мы там все сделаем у нас там супер какие-то трейдеры сидят они там все вам сделают супер брокеры да там на нас работают ну как они обычно говорят и там все у вас получится но человек по сути дела он никаких усилий не прикладывает то есть он просто несет деньги их кому-то доверяет да вот в эту шарашкину контору он миру ничего полезного не дал и продукт он по сути не получил то есть он заплатил за обещание того что он когда-то получит какую-то прибыль вот вот этот аспект да вот он уже должен как бы любого здравомыслящего человека да поставить в такое положение да задуматься вот за что я сейчас плачу свои деньги за что за обещание того что когда-то эти деньги мне вернуться там в приумноженном количестве но по факту конечно же это не происходит ну точнее как мы и проговаривали да это четко отработанная схема то есть сначала тебе дают деньги чтобы ты почувствовал вкус чтобы ты еще больше принес чтобы ты привлек брата свата петьку ваську своих друзей привлек и потом вы все вместе прогорели дружно и самое ужасное что портится человеческие отношения потому что все это происходит на доверии и вот этот васька он зовет своего друга петьку петька вместе с васькой прогорают и потом у них портится дружба потому что мол ну ты же меня позвал а я из-за тебя там пол ляма потерял вот это вот самое ужасное когда у людей как бы портится на этой почве отношения причем у близких людей потому что зовем мы естественно в первую очередь самых близких да и кто нам доверяет и кто нас будет слушать да я неоднократно думал как раз не только финансовой стороне этого вопроса да а риски потерять какие-то средства но я как ты говоришь всегда больше думал о этической составляющей и у меня есть знакомые которые на данный момент находятся в ряде компаний которые по моему мнению откровенно мошеннические пирамиды и я знаю встречаю такие возражения что но я же никого не тянул за уши или там другой человек говорит не но о чем можно попробовать да там на часть какой-то своего капитала я всегда думаю о том что если эта компания мошенническая то эти деньги либо этот продукт они не принесут вам какого-то в жизни счастья да потому что но как какое 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 счастье могут принести деньги или например там квартира машина которая будет куплена за счет тех кто пришел после тебя да то есть как бы но в пирамиде же все устроено так что тебе выплачивают деньги того кто там на первом уровне да ты уже на шестом уровне вот тебе его взносы за счет них покупаются тебе там квартиры машины вот я хотел бы обратиться тем кто либо на данный момент находится в каких-то сомнительных компаниях просто сказать что даже если вам удастся заработать не потерять эти деньги однозначно не принесут вам счастья я думаю что не очень хорошо скажется на вашей дальнейшей жизни потому что в мире работает принцип бумеранга если мы кого-то обманули даже сами того не подозревают то в любом случае ответственность придет потому что незнание да незнание законов не освобождает от ответственности в том числе и от законов духовных кармы бумеранга и прочего поэтому позиция я никого не тяну но у тебя же есть друзья у тебя же есть какое-то окружение да с кем-то ты знаком условно с детства они ты их можешь не звать они просто на тебя смотрят и думают слушай ну там как ты говоришь васька блин он же парень неплохой он же там в какое-то говно не влезет а пойду-ка я и тоже там отнесу часть своих денег то есть подавать такой пример это для меня знак равно что насильно тянуть людей поэтому об этической составляющей мне кажется нужно думать в первую очередь вот смотри у нас там был вопрос на все эти компании крутые манипуляторы на все ценности дают да все верно про спейсбот что-то можете сказать значит нет не слышал я тоже я тоже не слышала я не курсе но я могу сказать про себя в этом плане у меня все достаточно как бы так про легко и просто да я не несу деньги в компанию которая не дает мне сразу какой-то товар какой-то продукт все такой классический торгаш который привык что деньги товар то есть если я плачу деньги значит я за это либо получаю товар физически какой-то до в этой компании то есть там есть некий продукт либо это инфопродукт это тоже нормальная история то есть я заплатила в ответ получил какой-то инфопродукт который ну для меня лично вот обладает ценностью может быть это какие-то там курсы может быть еще там какая-то информация но тем не менее много компаний которые работают с инфопродуктом это тоже нормальная история потому что за информацию за все эти знания ну я считаю что нормально платить если действительно человеку в этом нуждается, вот в данный момент ему нужен волшебный пендель, то почему бы и не воспользоваться там услугами этой компании, не приобрести там этот инкопродукт. Но это тот же самый товар. А если в компании нет сразу товара, а есть только обещание товара, например, я принесла деньги, и мне говорят, ну вот сейчас там ты копи там какие-то там бонусы, там чего-то еще, приглашай людей, вот когда ты там что-то накопишь, ты на эти бонусы там что-то получишь, да? Какой-нибудь там, ну не будем говорить что, а то сейчас сразу все поймут про что я говорю. Тоже недавно схлопнулась, ну не схлопнулась, но уже в списочек внесли эту компанию, да? То есть обещание того, что когда-то что-то с тобой произойдет, что-то тебе дадут, да? Или вот тебе дадут там автомобиль, еще что-то, или тебе когда-то дадут деньги. То есть ты платишь за обещание, а сейчас ты ничего не получаешь. И это уже говорит о том, что ну, камон, как бы, я не хочу платить за обещание, я не готова за это платить. Давайте мне сразу как бы продукт какой-то. Вот для меня это тоже очень важный критерий. И действительно люди попадаются именно на том, что они видят в кавычках успех Васьки, Петьки, знакомого, приносят свои деньги, получаются у них первые, да, шаги, какой-то их первый успех. Они видят, думают, что это все работает, но потом в итоге это все, конечно же, склопывается. Есть, конечно, такие люди, которые обладают очень высокой степенью самоконтроля, которые не подвержены там какой-то аучности, но это единицы там людей, которые просто умеют взламывать систему, они могут входить в эти проекты и вовремя оттуда выходить. Но таких людей единицы, которые действительно в этом хорошо разбираются или у них там суперинтуиция, и на которых не влияет вот эта алчность, потому что, как ты уже тоже правильно сказала, это построено все на жадности, это вот два принципа казино. Это алчность, да, или жадность, и азарт. То есть дать человеку почувствовать азарт, все мы это любим, адреналин в крови, да, вот этот элемент игры, нам всем это нравится. И вот эта алчность, когда мы хотим еще, 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 и не можем остановиться, а в итоге все теряем. Да, я с тобой полностью согласен. Скажу по поводу тех компаний, которые свою историю строят на якобы причастности к миру криптовалют. Они как раз дают тебе сразу что-то, что ты условно можешь хоронить у себя. То есть они дают тебе некие там токены проекта, то есть монеты проекта. Ну, как мы уже с тобой в одном прямом эфире я рассказывал, сейчас каждый человек может выпустить свою криптовалюту. Ну, если человек там уже разбирается в вопросе, ему понадобится на это там 10-15 минут, да, технически, то есть нажать там, несколько кликов сделать. Человеку, не разбирающемуся, ну, потребуется, может быть, там несколько дней разобраться, как выпустить. Мы с тобой можем выпустить каждый свою криптовалюту. Ты там, Дина какой-нибудь, Коин, там я, Кирилл Коин, и мы можем людям говорить, смотрите, вот эти монеты, они на блокчейне, у них такая перспектива. Но в чем весь нюанс? То есть когда вы получаете эти монеты, которые кто-то просто в пару кликов на компьютере выпустил, там в неограниченном количестве, миллион, миллиард, вот сколько нулей пропишешь на клавиатуре, столько этих монет ты и выпустишь. И люди приобретают эти монеты, это фантики, пустышка, которые ничего под собой не имеют, но за них платят реальные деньги. И вот здесь может создаваться ложное ощущение, что ну я же купил классные цифровые монеты, и ничего страшного, даже если какая-то будет просадка, они же у меня на кошельке, и там пройдет время. То есть это ложное ощущение, что у тебя что-то есть. На самом деле продали воздух, продали цифры на компьютере, и это я говорю в дополнение к тому, что иногда да. Или вот есть такая компания, я не буду стесняться, я ее назову компанией Артери, они говорят, у нас суперкрутой проект, у нас есть VPN-приложение, у нас есть облачное хранилище файлов на блокчейне, ну камон, VPN бесплатный, их миллион в интернете, облачное хранение, Google Диск, там, мейл облака, ну то есть берут какую-то обычную фигню, красиво ее упаковывают, рассказывают, что там это наболчение, хотя ты никогда этого не проверишь, наболчение, или просто где-то на сервере, в гараже хранятся эти файлы, и все, и народ думает, что это классный продукт, есть вот ощущение, у меня вот в телефоне стоит приложение, то есть эта компания не пустышка, ну камон, люди, ну, ты знаешь, взять, не знаю, курицу, гребешок ей приделать, хвост и продать как петуха, ну, не надо на это тоже вестись, не всегда продукт, это то, за что его выдают, но это просто пустышка. А давай теперь поговорим конкретно вот о компании Life is Good, потому что мне тоже поступали такие вопросы, спрашивали моего мнения, и, честно говоря, у меня тоже есть знакомые, которые состоят в данной организации, и эта организация, она, насколько я понимаю, тоже работает по принципу некого обещания, что ты вложи деньги, а через какое-то время ты что-то получишь. Ты купи билеты в пачку и получишь водокачку, как в одном классическом фильме. Смотри, я просто поделюсь своей информацией по компании Life is Good. Я никого отговаривать не хочу, да, и я знаю, что есть люди, как у Зеланда, да, приверженцы. То есть, что бы мы ни сказали, какие бы убедительные факты мы ни привели, они все равно будут защищать свой выбор, да, не компанию, а свой выбор. Вот. И люди, которые уже плотно сидят на крючке, они, скорее всего, нам не прислушаются. Но к нам могут прислушаться те, кто только слышал о компании, кто еще не занес туда свои деньги, а может у кого-то там близкие, родные, друзья. Вот. Поэтому я поделюсь теми данными, которые можно проверить, а каждый сделает выводы уже для себя самостоятельно. То есть, компания Life is Good, то есть, как бы сама эта компания ничего не предлагает. У нее есть две, ну, скажем так, субкомпании. Это компания Germes, которая предлагает инвестиции, то есть, заработок на инвестициях, и компания Bestway. Это компания, которая называет себя жилищным кооперативом и помогает приобретать жилье на очень хороших условиях. Причем, как говорит сам основатель компании, никакой финансовой, это цитата, можно найти это, видео, говорит, никакой финансовой составляющей в этом нет, это просто искреннее желание помочь большинству людей решить свой жилищный вопрос. Ну, то есть, игра на чувства, как раз. Да, то есть, такая вот благочисленная говорительная деятельность, да, так-то звучит. Не хочу давать оценку, конечно, но если кто-то верит, что есть такие люди, которые хотят помочь всем россиянам приобрести свое жилье, да, абсолютно не имея никакой корыстной цели в этом, но окей, не буду это развенчивать. Далее. сама компания Life is Good, я не буду отличать в каких-то моментах вот Life is Good, Гермес и Bestway, это все как бы один спрут. Компания, компании зарегистрированы, одна в Белизе, это в офшорной зоне, одна в, по-моему, в Швеции, в Австрии, то есть, ни одна из компаний не зарегистрирована на территории Российской Федерации, да, отсюда у меня логичный всегда вопрос. Вам не страшно нести свои деньги в компанию, которая не зарегистрирована в Российской Федерации? В случае, да, в случае чего, если что-то случится, вы куда будете обращаться? Ну, вот, ну, с любой даже честной, хорошей компанией может случиться какой-то форс-мажор, тем более в наше, там, экономически нестабильное время. Но если компания имеет лицензию на территории России, имеет там юридический адрес, имеет какое-то укоренение, да, в юридической плоскости, ну, по крайней мере, там, будет понятно, на кого исковое заявление писать, на кого в компании Life is Good, в случае чего, вы будете писать заявление. На, скорее всего, вы будете писать заявление, как я вижу, по опыту разных компаний, на того, кто вас привел в компанию. Да, чаще так и происходит, что люди пишут на вчерашнего еще друга лучшего или коллегу, потому что, ну, терять свои деньги не хочет никто, да, то есть регистрацию на территории Российской Федерации у компании нет. Идем дальше. У меня просто есть знакомые, которые конкретно вот в компании Bestway, да, пытаются решить свой жилищный вопрос. Да, и у меня, к сожалению. И у тебя. Ну, отлично, как раз тогда вот по компании Bestway я подробнее и остановлюсь. То, чем занимается компания Bestway, они говорят, что они занимаются, у них форма жилищного кооператива. Но жилищный кооператив по законодательству имеет право приобретать несколько объектов недвижимости в рамках одного дома. Это очень важно. Это как в Советском Союзе было. Собирались люди и в одном доме покупали, или там строили дом, или покупали квартиры в одном доме. Компания Bestway покупает любую квартиру по всей территории, да, России. И правовая форма этой деятельности называется жилищно-накопительный кооператив. То есть, скорее всего, они пользуются очень схожим. Жилищный кооператив и жилищно-накопительный кооператив, да, то есть люди как бы не будут разбираться. Это очень важно, потому что эта юридическая форма деятельности обязывает иметь лицензию, по-моему, центрального банка и находиться в реестре компании жилищно-накопительных кооперативов. В реестре жилищно-накопительных кооперативов компании Bestway не существует. То есть, да, я как бы просто перечисляю факты, которые каждый может проверить, выводы сделать для себя. Стоит ли вынести туда свои деньги. Третий момент. Все в этой компании, все денежные взаимодействия происходят переводами с карты на карту между людьми. То есть, ну, они это объясняют тем, что компания зарегистрирована в офшорной зоне и вы не сможете открыть счет, чтобы в офшор отправлять деньги. Поэтому они все друг друга шлют с карты на карту. Понимаешь, да, что потом как бы найти концы. То есть, если бы все платежи были официально на расчетный счет, чтобы это видела налоговая. Ну, я даже не знаю, что еще нужно. Ну, окей, еще расскажу немножко про схему Bestway, как происходит там приобретение. Ты не знаешь, как там приобретение происходит? Примерно знаю, да, там они встают в какую-то очередь, но скажи, да. Да, схема следующая. То есть, ты приходишь, хочу квартиру. Тебе говорят, две тысячи, по-моему, сорок евро нужно внести. Может быть, цифры там меняются, неважно. То есть, там порядка, вот, ну, я встречал информацию, две тысячи сорок евро ты должен внести, это безвозвратная сумма, то есть, за вступление, скажем так, в эту историю. Потом, ты каждый месяц должен платить две тысячи рублей, тоже невозвратные. Выбираешь себе объект недвижимости, то есть, сам, какой хочешь, где хочешь, вносишь от 35 до 50 процентов первоначального взноса и становишься в очередь на год. Вот то, о чем ты говорил, то есть, я хочу отдать деньги и получить что-то в обмен. То есть, здесь нужно внести колоссальную сумму денег, да, потому что, ну, 35-50 процентов от стоимости недвижимости, плюс 2000 рублей каждый месяц, плюс 2040 евро первый взнос, просто за вступление в этот кооператив, чтобы стать пайщиком. и на год ты становишься в очередь. То есть, я так подумал, классно они себе создали буфер, да, в год. То есть, пришли люди, принесли деньги, они на эти деньги купили квартиры тем, кто пришел раньше. И то есть, есть целый год, пока люди будут приносить деньги, стоять в очереди, и поле для отступления очень хорошее, в случае чего, если начнет, как бы, пирамидка схлопываться, да, то есть, есть целый год, чтобы там, не знаю, короче, свинтить, забрать последние деньги. То есть, ты год ждешь квартиру, которую потом, если, пока эта компания существует, они действительно покупают квартиру, оформляют ее на себя, да, на себя, и ты беспроцентно, в чем, как бы, вся фишка, ты беспроцентно выплачиваешь, рассчитываешься за эту квартиру, как бы, вот, с компанией Bestway. И только, когда ты за нее полностью рассчитаешься, они оформят ее на тебя. Я не знаю, но, вроде бы, как все звучит классно, но, все, что я раньше перечислил, да, что нет регистрации, нет лицензии, все платежи происходят, как бы, от физика к физику, и, я не знаю, ну, иногда в банк страшно нести деньги, да, которые имеют лицензию Центробанка, у которого, там, большая история, огромный капитал, где все прозрачно, может, и то страшно. Как люди не боятся нести свои деньги, а зачастую же люди несут кредитные деньги во все эти истории, то есть компанию, которая не имеет, ну, ни одного признака того, что ей можно доверять, да. А сколько она существует уже по времени? Я точно не знаю, она достаточно существует на рынке, то есть, ну, там, может, 4-5 лет, то есть, это как бы не вчерашняя история, и я, кстати, хотел сказать, что у меня был опыт личный, я им поделюсь, впервые в прямом эфире, это было порядка, наверное, 10-11 лет, тогда я был, скажем так, на совсем другом уровне понимания многих процессов, и я занес в одну компанию, там, 11 лет назад была такая компания ММСИС, Форекс ММСИС, она была очень популярна в странах СНГ, я на тот момент жил в Украине, и на тот момент, когда я занес туда свои деньги, они, их деятельность основывалась на том, что они торговали на рынке Форекс, ну, по крайней мере, то, как они это говорили, и обещали там сумасшедшие проценты, то есть там порядка 40-50% в месяц, вот, ну, я какую-то маленькую часть капитала туда занес, так вот, на тот момент они существовали на рынке 11 лет, представь, 11 лет, очень серьезно, и схлопнулась она как раз тогда, когда я зашел через несколько месяцев, то есть 11 лет она существовала, и вот там буквально в течение, может быть, полугода полностью схлопнулась, и все, все растворилось, как бы, основатели объявлены в розыск, вот, никто их не нашел, и о чем я хотел сказать, да, для тех, кто будет нас смотреть, компании мошеннические, у них есть два таких столпа, которые сильно внушают доверие, первое, это срок нахождения на рынке, то есть, сколько лет компания существует, и чем дольше компания существует, тем больше доверия, и второй столб, это привлечение очень известных медийных людей, да, то есть, что касаемо компании Life is Good, и ее основателя, фамилия у него Василенко, не помню, как его зовут, то есть, у него есть интервью с Соловьевым, да, это, как бы, величина с Познером, да, там, с лучшим, там, интерьером, у него есть фотографии, там, с Урган, там, с Брежневым, то есть, эти люди знают на каких струнах человеческого нутра играть, и очень много средств и сил вкладывать в маркетинг, и, кстати, вот эта компания ММСИС, которая 11 лет существовала, для меня тоже вот эти два фактора были очень таких внушающих доверия, 11 лет, и огромное количество интервью с разными звездами, это только я потом понял, что эти звезды, они не знают, кто к ним приходит, условно, есть у них там менеджер, продюсер, говорит, надо рекламу записать или интервью провести, какая-то там компания, кто-нибудь, они же не будут разбираться, это, в принципе, им и не нужно, они выполнили заказ, прорекламировали, вот, и компания Life is Good очень много вкладывает средств, то, чтобы медийно светиться с такими очень-очень известными людьми, вот, но это все ширма, это все ложно. Ну, то есть, сейчас уже дело идет к скаму, ты хочешь сказать? Мне попадалась информация, что есть люди, которые не могут, ну, которые, скажем так, поняли, куда они встряпались, не хотят в этом участвовать и забрать свои деньги, они либо не могут, либо могут, но очень сложно. Просто пока компания не хочет схлопываться, пока она понимает, что еще есть потенциал, еще есть возможность заработать, она будет криво-косо, она, скорее всего, будет людям вот этим единично выплачивать, то есть, не надо привлекать к себе внимание, не нужно, там, поднимать шумиху, не нужно, там, какие-то заявления в полицию, поэтому лучше пока отдавать. Вот, я думаю, что life is good где-то вот тут балансирует на вот этом, на этой грани. Даже если она просуществует еще 15 лет, то, как я уже сказал ранее, ну, не принесет это счастье тем, кто что-то заберет с рынка. Я думаю, это исчерпывает вообще уже информация, а люди действительно сами сделают выводы, как бы пользоваться им услугами этой компании или не пользоваться. Ты знаешь, меня еще всегда смущает вот такой факт, в компаниях, в которых ты несешь деньги, а они тебе что-то обещают, вот у меня первый вопрос, а почему ты не можешь заработать денег и сам себе это купить? Вот, какой смысл вступать в круизную компанию, в квартирный кооператив, в компанию, которая там тебе обещает автомобиль, почему ты не можешь заработать деньги, ну, не важно на чем, не важно, куда ты там их понесешь, на тех же там биржевых инвестициях, там, в том же сетевом маркетинге, там, в линейном бизнесе, не важно, и купить себе то, что ты хочешь, а не то, что тебе там предлагают, вот, ограниченное количество там и навязывают какие-то свои условия, вот, для меня это непонятно, а может быть, я не захочу жить здесь, да, пока я выплачиваю эти деньги, да, вот эти вот, кооперативы, или, и это то же самое, кстати, вот и ипотека, да, про ту же историю, пока мы не выплатили всю сумму, да, то есть, эта квартира, допустим, она принадлежит либо вот компании, да, либо она принадлежит банку, да, если это ипотека, и, соответственно, эта квартира, она не твоя до тех пор, пока ты не выплатишь эти деньги, а раз ты их не выплатил, эта квартира не твоя, значит, ты не можешь с этой квартирой ничего сделать, ты не можешь ее продать, ты вообще не имеешь на нее никаких прав, ты просто туда заселился, и там живешь на птичьих правах, просто временно, да, и чем тогда это отличается от съемной квартиры? Ничем, но со съемной квартиры ты в любой момент можешь съехать, а вдруг какие-то обстоятельства, тебе нужно переезжать в другой город, и это могут быть как негативное обстоятельство, что-то случилось, да, там проблемы с родителями, они нуждаются в уходе, или наоборот с позитивными, когда тебе предложили какую-то супер хорошую работу в другом городе или в другой стране, а ты как закабаленный прилип к этой самой квартире, и вынужден платить за нее там ипотеку или вот эти вот деньги, да, и так далее, вот, поэтому для меня это всегда такой вот вопрос, да, а почему ты вот на это собственно ведешься, почему ты не вступаешь в ту компанию, в которую ты получаешь деньги, реальные деньги, и этими деньгами уже распоряжаешься так, как хочешь ты, какую хочешь, квартиру покупаешь, там, и так далее. Я думаю, здесь ответ очень простой, потому что показывают короткий путь, да? Да, да, конечно, я понимаю. Заработать на квартиру среднестатистическому человеку при ценах на жилье, ну, это долгий путь, а для кого-то он настолько долгий, что не видно его конца. Ипотеку могут не одобрить, да, а тут как бы внес 2000 евро, вроде бы такая небольшая, совершенно сумма, ну, что такое 2000 евро, да, меньше 200 тысяч рублей, да, получается. Да, за право постоять в очереди год. За право постоять в очереди год? И надеяться, да, что через год эта компания еще будет на плаву, то есть я вот, ну, не знаешь, говорю тут, блин, банкам не доверяешь на год вперед свои деньги, а какой-то странной компании, зарегистрированной в Белизе, там, где регистрируются все мутные, офшорные, это офшорная зона, на Белизские острова, или я даже не знаю, честно говоря, хоть и хорошо разбираюсь в географии, где это находится, какая-то, наверное, там, маленькая страна посреди океана. я не знаю, да, я не знаю, ну, короткий путь и успех Васи, исчерпывающие, думаю, аргументы для большинства людей, чтобы отнести свои кровные в эту компанию. А ты знаешь, я еще думаю, что здесь работает наш славянский менталитет, особенно вот это поколение старше нас, да, сейчас у молодежи это немножко другие уже ценности все-таки, а поколение, вот, которое, ну, наше, и поколение старше нас, тем, которым за 40 или там за 50, у них еще есть вот эта ценность, навеянная совком, то, что вот это свое жилье, вот это вот, да, в кавычках, свое жилье, да, вот свой кровь, свое жилье, да, то есть, если ты на съемной квартире живешь, значит, ты какой-то несостоявшийся в жизни человек, да, вот такие еще бытуют, да, представления, вот те, кто моложе, они более свободомыслящие, они свободны от вот этих предрассудков и ограничивающих убеждений, у них такой истории нет, а те, кто постарше, у них вот это вот свое жилье, особенно если у человека есть семья, да, то как бы на съемной квартире как-то, как будто бы не хорошо, да, поэтому вот это вот свое жилье, которое абсолютно иллюзорно, оно их гонит брать ипотеки, брать кредиты и ввязываться вот-вот в такие вот истории, я думаю, что это тоже играет такую сильную роль, то есть, игра на ценностях, да, то, что у людей это поколение ценностей, я думаю, что основные-то клиенты, это как раз вот люди, да, ну, вот мои знакомые, это люди, которые уже вот им ближе к 40 и старше, да, у которых есть семьи, и для которых действительно вот эта вот идея своего жилья, потому что уже у тебя муж, жена или там у кого-то дети есть, им нужно свое жилье, а у них этого нет, и здесь, как ты говоришь, легкий путь предлагается для того, чтобы якобы приобрести свое жилье, которое ни разу не твое, которое ты через год, может быть, получишь, и оно не будет твоим до тех пор, пока ты не выпустишь эти деньги. Да, и ты знаешь, я вот как раз и понимаю, почему, например, в компании Life is Good основатель компании фотографируется и там как-то взаимодействует с, например, да, там с Познером и Соловьевым, да, то есть, ну, кто целевая аудитория, это взрослые, взрослые люди, это наши родители, вот, он же там не с Даней Милохиным, или не с Бузовой, как бы, ну, то есть, как бы бьет свою аудиторию, хотя у меня есть знакомые, там, условно, мои ровесники, которым также интересно вот поучаствовать вот в таких вот проектах типа Life is Good и прочего. Да, по поводу своего, не своего жилья, полностью согласен, не знаю, откуда это у нас все у многих в крови, я живу на съемной квартире уже семь лет, при том, что у меня есть возможность купить квартиру, но пока меня не будет устраивать вид из моего окна и окружение, и цвет неба, и качество воздуха за пределами моей квартиры, я нормально буду жить на съемной, чтобы действительно в любой момент собрать вещички и уехать туда, где лучше. А что касаемо вот этой ценности, это действительно больше присуще старшему поколению, и старшее поколение, в принципе, многие люди там дальше своего города или своей деревни ничего не видели, как бы крыша над головой, ну, вполне понятна ценность, я там ни в коем случае это не осуждаю, но когда ты посмотрел немножко мир и понимаешь, что где-то лучше хочется туда, и ты знаешь, я вот, например, я хочу свое жилье, ну, теоретически, то есть я пока не чувствую в этом потребности, но я думаю, что я могу оказаться в том месте, не знаю, где это будет, в какой стране, где я вот почувствую, что да, вот здесь я хочу свой дом, квартиру, а люди зачастую покупают просто свое жилье, и не важно, что за окном труба завода, свалка, зато свое, ну, тут как бы тоже каждого свой выбор. Я вот могу тоже поделиться недавним, таким, недавней идеей, у нас тоже есть на самом деле свое жилье, и у мужа, и у меня у нас есть свои собственные квартиры, в которых мы, естественно, не живем, потому что они находятся в России, а мы в России жить не хотим, вот, и мы до недавнего времени, ну, какая у нас была схема, да, такая, скажем так, мы думали, что мы сейчас приедем в Турцию, да, снимем какое-то жилье здесь, и потом будем продавать одно из наших квартир, чтобы покупать здесь жилье, вот, ну, чтобы уже получить вид на жительство такой, не по аренде, а по, да, собственности, то есть он и на длительный срок, ну, в общем, там все это, ну, другие совершенно условия уже, чтобы не заборачиваться, но ты знаешь, когда мы приехали сюда и нашли вот этот дом, в котором мы сейчас живем, который нам очень и очень нравится, и мы просто в восторге от этого дома, мы заключили договор аренды на год, и мы понимаем, что мы не хотим продавать никакую квартиру и покупать здесь никакое жилье, потому что мы все равно, даже если жилье здесь купим, мы все равно не будем в нем жить, потому что нам настолько нравится этот дом, пусть он и съемный, да, он здесь настолько хорошо, природа и так далее, да, что там покупать свою квартиру просто для галочки, чтобы она была, ну, в этом нет совершенно никакой необходимости, совершенно никакой, тем более, что уж, ладно, походим мы там, попродлеваем этот вид на жительство, здесь все это довольно легко и просто, я на эту тему написала статьи, что в Турции довольно легко получить вид на жительство, да, туристический, его можно продлевать каждый год, вас никто не ограничивает в продлении вида на жительство, а через 8 лет Турция вообще дает бессрочный вид на жительство, если 8 лет подряд продлевать, на 8-й год, Или там на восьмой или на девятой уже можно податься на бессрочный, и тебе выдают его, и ты приармливаешься практически, ну, гражданину страны, ну, там, без права выборов, ну, в общем-то, это тебе и не надо. Вот, поэтому, ну, то есть, вот, видимо, из-за того, что, да, мы тоже повидали мир, посмотрели, что и как, нет вот этой идеи, да, владения, формального владения недвижимостью, да, даже на территории Турции, потому что дом, да, на мой взгляд, дом — это там, где тебе хорошо, там, где тебе комфортно. Какая разница, кому, кто записан в бумажке, да, там, владелец собственности, вот, какая разница, кто там записан, если он там не живёт, да, то есть мы сейчас здесь живём, это наш дом, да, мы здесь хозяева, те квартиры, которые у нас там сдаются, люди, которые в них живут в этих квартирах, соответственно, они хозяева, да, мы владельцы этих квартир, но они хозяева, они там делают, что хотят в этих квартирах и так далее. То есть, ну, нет вот этой идеи, да, записывать на бумажке, поэтому мы тоже оставили эту идею, да, пока на ближайшее время, пока мы, нам здесь хорошо, пока нам нравится этот дом, какой смысл гнаться за идеей, вот это своё жильё, и как ты говоришь, что там труба завода, да, не важно что, не важно где, в Норильске, но зато своя, да, ну, то есть, нет. Пусть лучше съёмная, но зато в шикарном месте, с чистой экологией, голубое небо, птички, цветочки и так далее. Да, потому что построить, скажем так, мир, идеальный мир внутри своей квартиры гораздо проще, чем объездить мир, да, и посмотреть, а где это место, где мне будет хорошо. Поэтому я ж, ну, как бы просто наблюдаю за людьми, то есть, это вот целый, это целая какая-то такая история, знаешь, вот своя квартира для того, чтобы там вот обои поклеить такого цвета, вот телевизор такой диагонали, знаешь, там вот шторы. Ну, то есть, чтобы вот там сделать классно, чтобы там сделать классно, и зачастую вот там, где внутри классно, там снаружи, ну, просто капец, ну, 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 ты из своей, условно, Европы, да, там, трёхкомнатной или двухкомнатной, выходишь в тот подъезд, где описаны стены, и там, не знаю, бычки валяются. Я не могу это сказать про то место, где я живу, у меня идеально чистый двор, у меня с пяти утра дворник, он весь день просто выметает, у меня моют подъезды, ну, короче, но не везде так, не везде так. Поэтому многие, да, живут в своих комнатных Европах, а снаружи трэш. Но это гораздо проще, это, опять же, это короткий путь, это короткий путь, можно поклеить фотообои, там, с пальмами и с песком, вот, и не надо ехать куда-то на Сейшелы. Ну, здесь каждый выбирает своё, безусловно, есть люди, которые больше живут вовне, кто-то живёт больше внутри, здесь у каждого право выбора, но вопрос какой ценой, да, то есть мы сейчас речь ведём не про то, чтобы там покупать свои квартиры, не покупать, а то, каким образом это делать, и, в частности, разобрали компанию Life is Good, которая предлагает весьма сомнительные схемы для приобретения якобы своего жилья. Да, поэтому для меня останется загадкой, как можно нести свои деньги, или тем более брать кредитные и нести их непонятно, вот, ну, вот вообще непонятно. Вот, то есть нужно просто, да, здраво попытаться отсечь вот этот весь пафос, который показывают эти костюмы, смокинги, блеск софитов, и посмотреть, да, то есть юридическую форму, кому я несу деньги, с кем я, а, кстати, чтобы стать пайщиком в Bestway, нужен просто паспорт, там, по-моему, даже договоров никаких нет. Ну, а какие договора, с кем заключать договора, а не с офшорной же компанией. То есть вы представьте, недвижимость – это такое большое, да, и с финансовой точки зрения, и с точки зрения события, явления, как можно сказать, для многих это одна из самых главных ценностей в жизни. Если, ну, для тех, кто нас будет смотреть, это так, посмотрите, кому вы несете деньги, заключаете ли вы договор, сразу скажу, в скобках нет, где зарегистрирована компания, какие она имеет лицензии. Если, как бы, вы ответы на эти вопросы найдете, и после этого примете особное решение, что, не, мне все подходит, окей, это ваш выбор, но просто промониторьте эти все. Тут, господи, иногда какую-то маленькую покупку делаешь, там, все изучишь про компанию, да, не знаю, там, жалюзи заказываешь, и то там читаешь, что за компания, не знаю, там, окна заказываешь. Тут люди квартиры приобретают в компаниях, которые зарегистрированы где-то за экватором. Поэтому, да, смотрите, разбирайтесь, куда несете свои кровные, а тем более, если заемные. Ну, дело в том, что здесь еще такая история срабатывает, что человеку надо самому наступить на антиграбли, и порой даже неоднократно получить пол. Потанцевать. Да, получить пол, будет, только после этого он поймет. Вот, и сколько было таких случаев среди моих знакомых, которые прогорали в одной компании и несли деньги в такую же Шарашкину контору, но в другую верю, что, ну, а вот здесь-то все точно будет. Там-то вот я вот лоханулся, да, действительно была плохая, но вот здесь-то точно и здесь прогорает, и так далее. Это, опять же, тот же самый принцип казино, да, когда у нас одни и те же клиенты, потому что, ну, кто знает, а я думаю, что вряд ли кто-то знает систему казино. Она у нас давным-давно уже прикрылась, я успела как раз уволиться на следующий, буквально через полгода, по всей стране у нас в России запретили казино. Вот, и очень многие люди остались без работы, которые проработали в казино много лет. Но принцип такой в казино, что все владельцы казино, да, знают всех клиентов, то есть эта информация, она сообщается. Вот человек, он пошел в одно казино, люди, которые ходят в казино, они ходят в разное казино, на самом деле. Вот даже вот есть целые ритуалы, это целая субкультура вот была такая, да, у них там свои вот эти вот ритуалы определенные, да, у каждого, чтобы вот выигрывать, да, вот они пойдут там в этот день в это казино, в другой день они пойдут в другое казино, там два раза нельзя подряд там в одно и то же казино, ну, к примеру, да, там разные такие ритуалы, но владельцы казино знают, да, у них есть список всех своих клиентов обязательно. Вот, поэтому мы знали, да, когда человек к нам пришел, у нас уже передалась информация, что этот человек сейчас пришел из того казино, он там либо прервал, либо выиграл, нам как крупье эта информация передавалась, то есть мы уже были в курсе, какую выстраивать с ним схему взаимодействия. Клиент тепленький. Да, клиент тепленький. Вот здесь, ну, то же самое, то есть люди несут свои деньги из одной компании в другую, да, то есть как вот человек в казино, вот в этом азарте, он вот там проиграл, ну, пойдет, у него еще остались деньги, он пойдет, нет, вот тут я точно выиграю сейчас, и тут проигрывает, он думает, ну, ладно, все уже туда, а там уже голова затуманивается, отключаются вот эти вот состояния, когда человек себя не контролирует, да, разум отключается, он входит вот в этот вражь, в азарт, и уже просто бесконтрольно начинает эти деньги нести куда попало. Вот, поэтому, к сожалению, даже несмотря на то, что мы с тобой проводим эфиры, я пишу посты, люди все равно продолжают нести деньги вот в это дерьмо, и вот я не могу искренне желать таким людям, чтобы они зарабатывали, я не могу этого делать. Я желаю, чтобы они прогорели, потому что этот способ, ну, честно, потому что этот способ зарабатывания денег, да, вот таким образом мошенническим, он ословлен на том, что страдают другие люди, как ты говоришь, потому что, ну, принцип пирамиды, как ты говоришь, он построен вот на том, что из-за того, что тебе не дают какой-то продукт, да, либо инфопродукт, либо физический продукт, соответственно, все твои деньги, это деньги тех, кто принес твои друзья, твои рефералы, твои там браты, сваты или совершенно незнакомые люди, которые берут кредиты и относят последние деньги для того, чтобы ты там получил этот доход. И, естественно, такой способ, он потом возвращается в виде того, что ты что-то теряешь, у тебя там проблемы, еще с чем-то, и слава Богу, вот есть такая поговорка, спасибо Господи, что взял деньгами, да, если ты теряешь деньги, а если человек попадает в серьезные там проблемы со здоровьем, это очень и очень печально. То есть это с этичной точки зрения, с кармической точки зрения, это очень и очень, как бы, нетхармично, я бы так сказала, заниматься такой деятельностью по отношению к другим людям. Да, вот нам кто-то написал, что договор есть, окей, даже если он есть, его нужно внимательно почитать, если подписчица, которая написала, что договор есть, и у нее есть этот договор, и она сама является частью компании, если есть такая возможность, пусть пришлет договор, было бы очень интересно на него посмотреть, потому что договора есть много у кого, договора есть, там вот из недавних случаев, с автомобильными компаниями, которые там по 20 лет на рынке, люди покупают машины за несколько миллионов, и по договору потом все равно не могут отстоять свои права, поэтому наличие договора... Это филькина грамота может быть. Она может быть, да, филькиной грамотой, поэтому это, скажем так, не признак того, потому что договора у нас особо никто не читает, да, особенно то, что мелким почерком, и зачастую люди покупают там какой-то материальный объект, а потом выясняется, что они за него должны платить в три раза больше, а в договоре об этом написано, но все как, у нас, ты приходишь, подпишите здесь, 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 да, здесь, 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 кто там вычитывает эти договора, а кто на сделки ходит с юристами, да, то есть, а сейчас как бы, ну, это нормальная практика на какие-то крупные приобретения, будь то машина, тем более квартира, ходить с юристами, да, то есть лучше заплатить юристу 10-15 тысяч, чтобы он сопроводил сделку и посмотрел на договор, чем просто подписать какую-то бумагу, вот. И еще хотел бы сказать, что я бы все-таки отделил тех людей, кто встряпался по, не по злому умыслу, да, там действительно на каких-то чувствах и желаниях пройти короткий путь, или был одурманен блеском софитов или успехом близкого человека, а тех людей, кто профессионально этим занимается и ходит из компании в компанию, то есть, первым, я, наверное, бы посочувствовал, и вторым бы посочувствовал тоже. Это деятельность, да. Ну, вторым, кто ходит из компании в компанию, почему? Да, кто профессиональные рифоводы, то есть, они знают, куда они идут, они знают, что надо первым заскочить, первым выскочить, они осознанно привлекают людей, зная, что это пирамида, просто, чтобы на этом наживиться, вот. А есть люди, которые действительно просто вот поверили, когда-то поверил там я, что действительно компания 11 лет на рынке, там, медийные люди ее рекламируют, и... Такие люди тоже есть, я, конечно, им не желаю, чтобы они теряли свои средства, но могу сказать один лайфхак, как забрать свои средства, если вам их не отдают. Пишите заявление в полицию на того, кто вас привел в компанию. Я видел очень много случаев, когда деньги сразу отдаются. То есть, этим человеком, человек понимает, что компания за него не впишется, потому что эта вся компания имеет не очень приятный запах, и человек остается наедине сам с собой, тот, кто вас привел. Поэтому пишите заявление на него, относите в полицию, и с высокой вероятностью этот человек вернет вам ваши, там, 10, 15, 50, 100, 200, 500 тысяч. А если это брат или лучший друг? Ну уж там разберитесь как-нибудь по-семейному. Тут я не могу давать совет. Ну что, я думаю, что пора нам подводить итоги, да, всего нашего сегодняшнего разговора, да, ну, первая важная мысль, которую нужно уяснить, что если мы ведем речь, да, про криптовалютные проекты, что сама по себе криптовалюта, это неплохо, она не имеет там какого-то негативного окраса. Криптовалюта – это просто криптовалюта, это так же, как акция, да, там, какая-нибудь, какой-нибудь компания, ну, это тот же самый некий вид товара, да, но кто-то же вот играет на курсах валют, например, купил доллар там подешевле, подождал, пока он там взлетел и продал, да, и получил вот эту разницу. То есть это обычный трейдинг, и в этом трейдинге можно работать как с акциями, так и с криптовалютой, там, с обычными валютами и так далее. То есть сама по себе криптовалюта, она не несет там какой-то опасности и так далее, она вот существует как данность и все. Но опасность состоит в том, что, как Кирилл уже вначале сказал, очень многие шарашкины конторы, как раз мошеннические организации, они пользуются популярностью криптовалюты, не имея к ней никакого отношения при этом для того, чтобы привлекать людей, да, вот на этом тренде и, собственно, собирать с них деньги. Да, я дополню, в отличие от ценной бумаги и от доллара и от другой фиатной валюты, которую ты сам не выпустишь, да, мы сами не выпустим акцию, не напечатаем доллар там у себя где-то на принтере, а криптовалюту может сделать каждый. Поэтому вот в этом главная опасность криптовалют, что на сегодняшний день ее может сделать каждый. Это раз. И опять же, вот а как отличить, да, там вот хорошую, это очень, ну, как бы большая тема, мы ее частично затрагивали, сейчас я об этом говорить не буду. Единственное, что я скажу, что в фундаментальных криптовалютных проектах нету реферальной системы и во многие стоящие криптовалютные проекты ты сам ищешь возможность попасть. То есть ты вот готов прийти с деньгами, возьмите, продайте мне немножко своих токенов, потому что ты смотришь, что за этой компанией стоит мировой инвестиционный фонд, там, не знаю, там, семья, вот у Билла Гейтса, кстати, есть своя криптовалюта, у их женой есть свой проект, у них есть там, да. То есть, ну, это как бы такие величины, и они тебе не продадут просто так. А если вас зазывают, если вам затягивают, если из вас пытаются вытащить деньги, то есть это такой из маркеров, что здесь какая-то сомнительная история. В хорошую компанию вы сами будете искать возможность попасть, и не факт, что это получится. То есть не факт, что получится купить там криптовалюту какой-то компании на ранней стадии, когда компания только зарождается. Скорее всего, вы ее купите уже, когда она появится на рынке, по цене в несколько раз дороже, чем она была в самом начале. А во всех компаниях мошеннических, построенных якобы там на теме криптовалют, они вам сразу со старту продают там по низким ценам, просто продают фантики, отдаете вы живые деньги, и обещают, что вот скоро она подорожает, и вы продадите ее дороже. Ну, кому вы ее продадите дороже? Тем, кто придет следующий, потому что эта пустышка, она никому не нужна. Следующий момент, да, подводя итоги еще, на которые я хочу обратить внимание, людей, прежде чем нести какие-то деньги в непонятную организацию, это посмотреть, кто стоит у основателей, да, компании, где компания зарегистрирована, да, как уже Кирилл говорит, имеет ли она какие-то официальные документы, да, на территории России, да, есть ли какие-то связи юридические, да, а не просто это где-то там в офшорной зоне на каких-то островах, там Белис, Вануату, там непонятно где еще, да, то есть посмотреть, чтобы было потом в случае чего, да, куда обратиться, а кому вы будете жаловаться, да, то есть все оценить, все риски, а если компания схлопнется, куда вы будете писать заявление, с кого вы будете требовать свои деньги, да, посмотреть, кто в основателях компании, какими методами пользуется компания, чем больше вот этих вот фантиков искусственных, на которые люди привлекаются, тем компания сомнительная, да, потому что это детские, детские такие компании, которые привлекают таких же больших детей, которые не понимают на самом деле, что за ними стоят, то есть вот эти все картинки там красивой жизни и так далее, то игра на чувствах, на ценностях, да, и обещают, что вот каждый работяга может жить красивой жизнью. И еще один момент, вот, который для меня важен, то есть это наличие продукта сразу, то есть не обещание продукта, что ты когда-то что-то получишь, вложи деньги через год, ты получишь это там, квартиру, машину, путешествие там и так далее, а сразу, да, тебе дают за твои деньги какой-то продукт, либо это физический продукт, либо это инфопродукт. Вот, то есть понимаете, за что вы платите деньги? За продукт, за услугу, за продукт или за какое-то обещание, что вы когда-то там что-то получите. И чем больше срок вот этого, опять же, обещания, да, то есть год там вы должны ждать или пять лет вы должны ждать, тем, конечно, сомнительнее, опять же, компания. Да, полностью согласен я, скажем так, за финалю наш эфир. Со своей стороны скажу, что для меня самая главная история не то, что там кто-то может потерять деньги, хотя я знаю, что для кого-то это может быть критичным, таким действительно фатальным событием, особенно если человек взял кредитные деньги и решил как бы ускориться, да, там в каком-то своем финансовом благополучии. То есть одно дело потерять свои, одно дело быть, то есть остаться ни с чем, еще быть должником там банку, родственникам, друзьям, знакомым. Поэтому я бы хотел закончить на этической составляющей, чтобы каждый, кто либо участвует в каких-то сомнительных компаниях, либо думает вступать, не вступать, помнил о том, что кто-то может на них посмотреть и пойти по их же стопам. Но ответственность за тех людей, кто на вас посмотрит и потеряет на этом деньги, она будет также на вас. Чтобы вы это помнили и фразами «я никого за уши не тащу» не отделаться, потому что по законам Вселенной каждый все равно ответит за свои деяния, а уж как он их совершал, осознанно, неосознанно, со злым умыслом или без умыслов. Просто помните, что на нас смотрят люди. И для вас, например, потеря 50-100 тысяч может быть просто очередной, как в казино, как казинощик. И он сегодня проиграл, придет. Завтра отыграясь. Завтра отыграясь, да. Для кого-то это может очень трагично сказаться на его жизни, но ответственность будет на вас. Вот, поэтому не несите деньги к сомнительным персонажам, потому что даже если вы заработаете, счастья они вам не принесут. Здорово. Кирилл, спасибо тебе большое, что пришел в эфир. Я надеюсь, кому-то все-таки он будет полезен, кто-то в очередной раз задумается, а стоит ли нести деньги, да, как ими правильно распоряжаться. Пусть этот эфир будет во благо всем. Я его сохраню. Его можно будет посмотреть в записи. Оставлю его в ленте. Ну, что, до новых встреч. Я надеюсь, следующая тема у нас будет какая-нибудь позитивная. А это позитивная тема? Ну да, это позитивная. Спасибо тебе за приглашение. Да, был рад тебя видеть. Желаю, чтобы никто из твоих близких и знакомых не попал в сомнительные истории. Да, взаимно. Все. Пока-пока. Пока-пока.